Надоело сидеть на одном рейтинге? Хочешь научиться тащить и наконец поднять себе ММР и апнуть ранг? Заходи на dota2coach.ru Здесь тебя ждут опытные тренеры от 6000 ММР, которые найдут все твои ошибки и расскажут, как поднять ММР самому. Гарантия результата после первой же тренировки. И еще с 30 декабря по 7 января для наших подписчиков скидка 20% на любой заказ. Используй промокод ANALYTIC20. Ссылочка в описании. Всем привет, дорогие друзья. У нас сегодня будет задрот на темп ларки. Это S4. Приятного вам просмотра. У него 80% винрейта на этом герое. Хоть я S4 перестал быть мидером, но тем не менее. Его один из сигнатурных героев. Сейчас будем наблюдать. Будет конечно интересно. Но для начала он проконтестил баунти. Ведь почти всем мидером со старта был пластик нужен. Тем более если крипов бодиблочит. У него видимо есть саппорт. Саппорт четверка или пятерка джакиран. Неважно в принципе. Он все равно подблочил крипов. Тем самым не дал крипам слишком далеко уйти по отношению к девоверу. И в принципе будет равное противостояние. Но момент. Смотри, лич. Лич такой персонаж, который мид выигрывает только за счет того, что юсайд сакрафиз на крипов. Кушает крипов. Да. Оранжевого крипа тоже нет у мидера. Будет сложновато конечно. Если я удать, я буду опережать на левел на 2. У бейсфо нужно просто выиграть в салат крипов. В ладни стадию, чтобы потом что-то противопоставить ОД. Но на самом деле темпларочка. Она ведь легко комбэкает леса. Тем более сейчас у него есть хороший саппорт пятерка джекиран, который может стакать сразу 2 спота. Допустим, ударять 1 спот, на 2 кидать свой айс пасс. То есть 2 спел. Если знать тайминги хорошие, а игроки на большом рейтинге не знают тайминги. Тем более играя на саппортах в онлайн. То я думаю, эта блаточка комбэкнет вообще без проблем. 8 место занимает топ рейтинги и эсфо. И хочу заметить, что кстати в тигбай батла нету. Он сразу собирает себя к вилку. И там же есть и кларетка. То есть, видимо не собирается или покупать вообще ботл. В меню мы с тобой помнишь, недавно записывали Ану из OG. Ну как недавно. Это было где-то полгода назад, когда он еще был в OG. Да. Играл в DC-видера и смотрел уже из команды. Но из нынешнего FG, да, теперь он в харде стоит. Так вот, к чему это? Он тоже не закупал себе ботл. Зачастую, когда у него все было хорошо на медиа, он просто брал себе тапок к виллу, там доносил себе кларити, если они были необходимы ему. Ведь даже если против тебя рейндж-герой, то сбить кларити на тампларке очень сложно. Ведь в случае чего просто нажмется рефракшн и дэмэдж не пройдет. Соответственно и кларити не собьется. Такая маленькая особенность. Ботл на самом деле еще знаешь, почему они не покупают? Я вот так понял. Многие профессиональные игроки игнорируют ботл, потому что его нельзя банально обузить. Ты просто не можешь притащить себе куру и лишний раз заполнить три чарда. Да, очень зато, что на высоких рейтингах руны контролят и зачастую пытаются забирать с других линий. Вот, поэтому раньше как бы мидеру было пофиг, руну забрали, он их ботл, ботл заобузил себе. А сейчас проблема. Получается, что ботл вообще неактуально в принципе покупать. Да, плюс еще знаешь, тут такой как бы лайн против Дестроера. Его очень сложно убить, тем более с таким героем как Темпларка. А значит и телепортов в мид скорее всего от команды Радиент не будет, чтобы они если что смогли заполнить ему ботл с фонтана. Потом гангнуть сюда. То есть им просто смысла нет приходить на эту линию. Они будут скорее всего качаться просто один на один. Лично это будет приходить кушать крипов, если будет возможность. Да, но по Крепстату, кстати, все хорошо. Ну, Табларки дай мне уже чуть-чуть больше, чем у все-таки ОД. Кстати говоря, ведь Табларка вообще могла быть лишена фарма, если бы Лич стоял бы в миде. Они бы вместе доняли бы просто с УД крипов. И параллельно этому прятал бы в Астрал ОД. То есть Табларка бы просто пропускала бы огромную часть Крепчиков. Из-за Астрала и Сакрафайса Лича. Да. Пужик играет. В Табларке. Кстати говоря, Пудж хороший оппонент в Табларке, но, насколько я помню, в старых патчах, когда еще я играл на Табларке, первый или второй рот не сбивали или фракшн. Вот. По-моему, это как-то так работало. Но это не точно. Это я могу ошибаться. Но фласочку первый рот точно не сбивал. То есть ты можешь нажать фласку во время, собственно, горения под ртом первым. Это раньше так было. Может, это профиксили. Давно это не тестил. Надо будет в лобе, потом зайти и посмотреть. Мне интересно, конечно же. Фласку, вроде бы он до сих пор не сбивает рот. Вот. То есть Табларку нужно обязательно ударить. Ну, по крайней мере, так всегда было. Вот. А насчет Табларки, ну, я на самом деле на Табларке очень редко играю. Вот. Поэтому насчет сбивал или фракшн, я не в курсе. Надо протестить. Так. Ну, что по ланинг-стадии, в принципе, мы видим, что Табларка камбэкнула. Уже по левелу она впереди даже. Смотри, у нее пятый с половиной. ОВД всего лишь четвертый левел. При том, что Лич помогал. Ну и плюс УД все-таки когда стоит один на один, он должен по левелу как минимум не отставать из-за того, что он прячет героев и доняет крипов. Видимо, не выдержал давления. На самом деле, Табларка в нынешнем метео, мне кажется, недооцененный герой. Ее вот месяца два-три назад пикали на мон-стопом просто, а сейчас... Сейчас ее вообще почти не берут, да. Да. Но в некоторых пиках она просто идеально заходит. Есть герои, которые просто не могут что-либо сделать в Табларке. Нет какого-то ДПСа в секунду, чтобы забивать и рефракшн. Нет эскейпов особых у героев, у многих. Причем героев. В этой игре, в принципе, Табларка неплохо смотрится против УД, так как он бьет первым сплом. Да, Лич. Соответственно, даже здесь перетянулся и там парка СФУ уходит фармить лес. Нужно быть аккуратным СФУ, потому что тут же Путш только что в Хук бросал в Таблар Ассасин. Кстати говоря, только что помигал он на Эншентов. Видимо, хочет, чтобы Джекерос стакнул Эншентов, а сам он пойдет на большой спот нейтралов, чтобы застакать. Еще и их, то есть, два стака одновременно. Это очень много фарма. И на 56-ой, это вот особенность этого спота. Даже на 57-й, ну, промежуток 56-57. Все зависит еще от количества крипов. Если крипов трое, то лучше всего стакнуть. Блин, вот эта механика трэп от 6-й. Крапа, конечно, ясные. А теперь дэмо что наносят. Это круто. Там еще таланты есть на усиление дэмэджа. Там смартфон трэп у нас по 500 дэмэджа магического. Там очень многое на самом деле. С талантом именно на 15-ом левеле. А там парка левел получает очень быстро. Ты можешь расставить просто трэпы. И, грубо говоря, каких-то саппортов убивать только с трэп. Там урод, ламушки, 450. 450 на последнем левеле. И плюс 200 еще таланта. Офигеть, так же много. Ну, если объективно рассматривать, то табларка 15-й левел может получить в принципе на какой-то 16-й или 17-й минуту за счет эншентов. Если xp воровать никто не будет за счет лесов, лайнов, которые она пушивает постоянно. 16-ая минута, 15-й левел. И вот на 15-ом левеле ты берешь просто талант на трэпу. Соответственно, 550 дэмэджа у тебя есть еще и скил. Мало того, что у тебя другие миллиард дэмэджа. Да, еще и трэп, ты посмотри, она же уедет, намажет просто всю пачку. То есть фармить, по сути, стало еще легче на ней стайки. С новыми крипами. Если я разу. Так, ОД. Приходит, забирает дракона. О, да здесь один. Да, да. Я не знаю, зачем сапешел он оделся на то, что топларк имеет лоу хп. Но он не уйдет, он тут же джекера пастили. Да, отличный фраг. У меня что-то ликоватный джекерам. Молодец. Он сэкономил айспас, чтобы в случае чего сбить телепорт. Видимо, у них коммуникация какая-то произошла. Чтобы джекерос не тратила айспас. И вот именно на ТП нажал. Теперь ОДФ таком в нехорошем положении. Не выгодно. Да, да, да. Прямо говоря, в голове. Потому что тпшки нету. Умер бездарно. Восьмая минута у него только рукавичка на Мидас. И что уголы сверху это очень мало. На самом деле для Дестройера. 25 крипов. Ужасно все у него. И сейчас пешком еще с базы пойдет. Потому что тп была потрачена. Да. Зря он кае что-то пошел. Бристалбек, кстати, все хорошо в харде. У него 45 крипов. На первом месте вообще в тп. Бристалбек персонаж такой, который достаточно плотненький. Может там выставить против многих героев. Но и, кстати говоря, он не в харде стоит. Он на ткере Бристалбек, посмотри. Почно. Слушай, а я даже и не посмотрел. Я тоже только что увидел это. Мы наблюдаем все-таки за тампларкой. Кстати, я хочу заметить, что на высоких рейтингах очень часто на ткере позицию Бристалбека отправляют. Сану больный очень персонаж. Все-таки в харде он не такой неубиваемый, как кажется. Любые три героя его могут смять. А вот на ткере позиции он может раскрыть полностью свой потенциал. У него и дэмэджа много. Общий герой, в принципе, очень сильный. Ну, это в ларко начинает фармить. Анштаб, кстати говоря, он сам себе стакает. С4 особо не фокусирует внимание тиммейтов на то, чтобы не стакали. Они, конечно, делают стаки, но он не забывает о том, что и сам может лишний раз подстакать. Да. Ну, тут фарм очень много героев оказывается. Все хотят убить на Пларку, пытаются уменьшать и фармить. Это абсолютно правильное решение, потому что в один момент Пларка может всех распилить. Ведь герои вражеской команды, они достаточно картонные. Вот тот путь, на самом деле, он как бы контрит тем, что сбывает рефракшн. Он может укусить там Пларку и чуть ли не Соло ее убить. Но Пуджар Моро там практически нет. И это очень вкусный фраг для Ташки. Сежде говоря, вот он продемонстрировал по механику работы Мелда. То есть, если у вас сдается какая-то увесистая тычка, либо вообще ласт-тычка от какого-то героя, то вы можете задолжить Мелдом Мелд, это второй спелл, который дает вам инвиз. Дается тычка, вы просто нажимаете Мелд, и тут же бежите вперед. Это как с шифтой пака. У вас такой вот есть свой шифт. Немножко они, конечно, не сходятся по механике, но тем не менее. Тычки доджеса точно. Да, продолжает фармить десятая минута. В принципе, все хорошо. ФСФО фармить, вроде бы пытались ему мешать, но пока что безуспешно. И Блингзаггер поднимается за первым артефактом. Да, я тоже хотел обратить твое внимание. Блинг, очень такой вот интересный выбор. Я все время задумывался, почему игроки выбирают сперва либо Блинг, потом выбирают либо дезалятор, причем в одни и те же игроки. Чем это обусловлено? Здесь, в принципе, есть задумка. ОД, в принципе, герой, который на 35-й минуте достаточно сильный. Темпларка и без дезалятора фармит очень быстро. Сейчас позволяем еще быстрее. Но с Блингком, учитывая их активный пик, Бристалбэк, Джекки, Росс, Виджи, Доктор, Пангольер, то есть очень сильные герои стартового файта, она может с Блингком просто ноутстопом убивать. Тем более, вражеские герои практически без эскейпа. Только Нюкс и ОД, но это минимальный эскейп. Так что, видимо, блин отцеленную на драку. Да? Да. Ну и плюс, на самом-то деле, Блинг тоже ведь ускоряет фарм. Немножко, но ускоряет, ты блинкуешься от одного спота к другому, потом бежишь к третьему, и эта мобильность дает по фарму в том числе. И по линиям бегать быстрее можно. Да, сейчас, наверное, будет старость себе. Вполне вероятно. У меня просто убежит фармить next spot. Где-нибудь, останется тут? Неприятные крипы, но, скорее всего, ловушка будет взорвана. Да, и там много дэмэджа сейчас с нее залетит. Как жесткая фарма этого ловушка. Конечно, да. Лишний раз крипы не зарутают, чуть-чуть больше дэмэджа по ним. Очень много всего. Кстати, я сейчас объясню еще, почему Бристаллбэк керри в этой игре. Это очень правильный мув. Смотри, на даби-файт происходит, там Бристаллбэк убил только что Розора. Сейчас, возможно, еще убьет двух персонажей. Буквально у лоу-хп было только что у Нюкса и уходит, нажав стики. Так, а здесь все время меня сломает. Керри. Как мы знаем, Розор это такой персонаж, который пикается, допустим, против лейфстилера, джиггернаутов. Несмотря на то, чтобы они не жали, там, БКБ, рейдж, крутилку. Розор все равно может всасываться сквозь БКБ и, получается, убивает он ваш потенциал моментально. А Бристаллбэк герой, который может бить в дороге, а может и просто рядом бегать, накидывать стаки. Он очень плотный, он очень мобильный, по-моему, спиду. Розор на самом деле очень хороший персонаж. Понижает его армор, постоянно убегает от него, если что, дамажит колючками, шипами. Классный герой. Видимо, из-за Розора был выбран Бристаллбэк. Ну, вышку не получается забрать, ее, скорее всего, застанавит. На блинке прыгает. Просто забирает. Нетконечная. Ну, тут, да, сложно будет что-то придумать, но вижен есть. Тут еще и нюкс, и это, оплатился за вышку. Забрал за герой, 200 голды, и потерял 350. Тащие дали за него 354. Он закупился перед смертью, убил 7-3 хаммера, просто как собрал вышку. Но, тем не менее, это, конечно, смерть того не стоила, потому что потерял бы он 100 голды из-за того, чтобы не задумали. Он мог дальше выкачивать леса, дальше подстакивать себе. И Елумово, конечно, они не нужны. Ну, топи, файт. Там Розора сейчас убьют. Бристаллбэк моментально вгрызается. Туда же кинули Маледикт. Вот Вич Доктора и ульту. Очень много дэмэджа. Жестко. По надворству, кстати говоря, с фото на первом месте. Между прочим. Так, попытался убить. Хороший чайник, и здесь, скорее всего, умрут. Оба, да, оба умирают, но при этом он хужа еще забирает. Бристаллбэк спиной стоял, и просто колечки раздали. Много дэмэджа. Но я думаю, что он все зафоловит на от этой табларку, потому что за спиной уже куча тиммейтов. А табларка тут одна, и свой-то понимает, нужно просто отойти, параллельно подкачать лес. Что сейчас нужно вообще делать из фо по карте? Вот, я думаю, что сейчас идет просто. Драться ему тут смыслов нет. А, нюкс станд? Нюкс? Нюкс? Что нюкс делает? Почему он не застанял до парка? Он в инвизи просто рядом пробежал. Забав. Ну все, тут уже конечно, и для УД. Скорее всего. Ну да, УД здесь тоже вряд ли выживет. УД. С раззвуров. Бежит, какая бонтратака. Здесь могут быть проблемы с полом. Таким образом. Подходит. Пуш динайса. Басика. Мы в каждом видосе говорим, что это классика. Потому что в каждом видосе он уходит. Да. Таким вот образом. Это верно. А лишь БТП, что она, к сожалению, подставить нечем. Ну и я думаю, что Нарошана сейчас пойдет. Потому что Регенчик заспаунился. Убили трех вражеских героев. Даже четырех. Ну там, к сожалению, леснулся. Нарошана нападет достаточно быстро. Под стаками Блисталбека и под скиллами темпларки. Ну что, на 4 стакаха уже висит на Рошане. И по-любому он дадут темпларки. И остается чуть-чуть, как раз таки, дот изолятора. А с дозолем уже они могут собираться в пятером и пытаться кушать. Да я думаю, что товара будут крышиться на самом деле. У них, смотри, у них и Джекирос сейчас файт пройдет. Можно будет, в принципе, поговорить об этом. Хорошая способа Джекира по двоим. Темпларка тут же с флешем бьет через лича и дестроера. Бездарный фукат пуджа и бездарная ульта от АД. Да, в никуда ушел. На самом деле, скиллы они нажали очень плохо. Реально, просто ужасно. Будьте говоря, смотри, красиво. Развел на Карапаса. И сейчас его подстанет два раза, скорее всего, сперва Пангольяр. Но, да нет, не стал давить. По пушу, смотри, что у них есть. У них есть и Liquid Fire от Джекироса. У них есть темпларка с дозолем. У них есть мека на Бристаллбеке. Что тоже очень круто. Который он апнет в дальнейшем в Грисе. Будет имана. Плюс хилл от Вич-доктора. Который он не вкачал ни на единичку. Нормально. Ну да, сказал раньше, чем посмотрел. Но все равно, это не отменяет того, что у них очень хороший тимфайт. Очень хороший пуш. Да и хэграунд у них очень жесткий. Даже если враги будут пушить суда и разором. Это забавно, конечно. Разор стоит какой-то, наверное, гоним собрать в этой игре. После БКБшки. Пуш у них реально слабоваться. Вот и появляется дозольт. Тайминги, в принципе, немножко просеяли из-за того, что ее в сумочках его. С флотом Пларка убили. Разок. Ну и он старался больше помогать команде. Подпушивая товара. Да, у него декабря. Тайминги плохие. Вроде бегает с командой и дерется. Дозолька есть. И сейчас тпшку перекладывается. То есть его полетит наверх. Ну вот тут под ним нюкс был. Смог рассеялся. Да. Ну когда под тобой нюкс выпрыгивает. И должен просто блинкаут жать в любую сторону. Потому что мало ли хук, мало ли одесс прячет. Чтобы путь подошел и укусил. Тут аспектов очень много. Ну и, кстати говоря, вот они нажали такой вот, скажем, бесполезный смок, который они не реализовали. От нюкса и его команды. Тайминги темпларка тем временем толкнула мид очень сильно. И брестлбэк с бушел топ. То есть они, по сути, даже ты один не сломали еще. Да. У них сейчас 6000 преимущества. И как раз за счет ломаных вышек они имеют очень хорошее преимущество. Раззор с момом. Это здорово, конечно. Когда ты высасываешь демошь, нажимаешь первую ульту. И потом просто бьешь нереальным атакс спидом и мусс спидом. Но против брестлбэка и темпларки. Ну да. Он же за пару тычек умрет. Да. У него и так армор, а не то брестлбэк еще и понижает еще и шпами дамошу. Ну можешь расчет на то, что лич армор дает. Может это так? Ну не знаю, не знаю. Чайник только что выдал брестлбэк, брестлбэк убираю, убиваю. Но за брестлбэк, а вот еще два героя. Таблокер от фангольера и темпларка начинает настреливать, так сказать, говоря. Тенгландо, теряет Айвис. Видимо, еще пока нет. Что живет? Что живет? Как же она живет? Жить, жить, жить. Сейчас появится рефракшн. Тут три трапа, которые нам нанесут очень много. А слушай, я не знаю, кстати, они стакаются. Урон от них стакают. Я думаю, что они обновляются. Я не думаю, что они стакаются. Это было бы слишком балансом. Ты просто в миде ставишь три трапа, а потом взрываешь. Да, а потом просто трапами убиваешь любого героя. Нет, они скорее всего просто обновляется. Вот тут есть эффект трэпа. Также ему больно. Он сейчас умрет от трапы. Не-не, заканчивается эффект. Сбегает, он умрет. Разор с БКБ начинает давить, и Топлак нужно просто отойти. Мал какой-то нажать. Так же он замедляет врагов. Хотя он решил подбайтить. Он решил дождаться от того момента, как Прозора Бакомеда пройдет, потому что, кстати, Клинк Прозора КД. И не вернулся. Дай вы, что тут Ларке, он все равно не смог высосать, потому что потратил. И можно продолжать завить. Да, стоит давить, потому что герой-то без БКБ. Аккуратно, там Нюкс может быть сейчас очень больно и моментально просто убирает темплак. Можно было чуть-чуть, наверное, подождать Бристалбека. Буквально секундочку. Он уже подходил, сгорев сами. Он какого-то персонажа просто бы задавил бы. Скорее всего, он сейчас разменяет. Или нет? Или умрет. Очень много дамага туда. 56 на 100 канала интеллекта. И это нереально много. Да, он умирает. В итоге отбились. Отбились. 22-22. Неплохой камбэк. 3000 голды. Плото преимущество, там, что это 6 или 7 тысяч. Да, у Даниэля на Крутброте Бристалбека. Как их, конечно, зафлеймили. А ну-ка, 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 Вич-Доктор. А Вич-Доктор 6 соло может убить ОД. ОД нужно быстренько на шрайн. И нажать на себя астрал. Все верно. Читер. Многие не знают, что когда ты находишься в астрале, у тебя реген продолжается. То есть, играя за дестройера, и видите, что на вас выдвигается ганг, и вам хочется на себя астрал нажать, чтобы переждать действие какого-то с пыла, вы нажимаете на себя сперва фласку, а потом тут же моментально астрал. В астрале вы будете регениться, а дэмэдж по вам не будет проходить никакой. То есть, фласочка не будет сбиваться. Это вот такой микро лайфхак, кому интересно. У тампларки схожая механика первого спула. Когда на вас вписит рефракшн, и вы нажимаете ботл, пларите, фласку, любой хил, который может сбить. Пока не собьют вам рефракшн, вы будете регениться, и фласка будет вас регенить. Для тех, кому, конечно, уже интересно. Так, цепляют опять тампларку. Вот здесь отсюда он никуда уже не уходит, скорее всего. Еще эта урна огрыженная, еще их добивают. Хорошо контролит на самом деле тампларку в этой игре. Да, действительно. Очень хорошо контролирует. Да, кстати говоря, этот проигранный тимфайт уже два героя умерла, скорее всего, сейчас еще и вич-доктора подцепят, да, вич-доктора цепляют, а если сейчас еще и убьют какого-то пангольера, которого зацепили, то это возможно будет конечное для команды 1, потому что. Это камбэк. Из 6 или 7 тысяч преимущества отыгрывают. И теперь разница в 7 тысяч. 7 тысяч разницы, это много. Это два полноценных артефакта на кор-героях. Кстати говоря, сейчас Bristol Back тоже умрет. Еще и Bristol Back умирает. Как же они хорошо камбэкнули сейчас. Да, это сочно. Сочно. Вот этим временем уже 18-й левел, при том, что когда я смотрел последний раз, он был 14-й, когда тампларка была 16-го. То есть, насколько сильно все-таки герой камбэкнул. Так же он хорош против Борисла. Разор тоже 18-й. Максимальный левел у команды Radiant это 17-го левела тампларка СПО. Я думаю, что вот он поставил себе в кубай Хюрикен Пайк. Это немножко неправильное решение. Ему, мне кажется, не нужно было вообще покупать Dragonlance в этой игре. Ему нужно было зарашить два артефакта БКБ и Форс Став. Вот что ему нужно. Форс Став, чтобы форситься, естественно, от всяких Пуджей, ОД, там, чайников, неважно. Вот. Ну и, кстати, Клинка Разора, конечно же. А БКБ, чтобы тебе просто ОД не насовывал так больно. И Пудж, и Нюкс. Увидел то, что на него выдвигаются. Кстати, Нюкс, то есть, здесь может сейчас удреть. Да, убивают. Их хороший Блинкаут. Просто сразу в сторону Рашпита. Чекать Рошана, Рошана. Ну, желательно бы трапу просто оставить на Рашпите. Странно, что он этого не оставляет. Ну да, да. Кстати говоря, потратил Момчик, товарищ. Сейчас будет чайник, чтобы уже быть аккуратным. Как же они так близко друг к другу подходят. Лишь же подходил, это было еще видно. Сейчас пролитый чайник, химпларку опять сцепляют. Их зажимают просто в деревьях. И он скресывает здесь, убьет сейчас. Без шансов. Просто без шансов. И... Розор просто убивает двоих героев. Но тем временем, кстати говоря, разминялись в ВД. Розор трипл килла от Розора. Игра становится очень интересной, набирает оборота. Из-за изи катки превратилась... Превратилась все в очень сложную игру. Он сейчас еще и Bristol Back. Но Bristol Back тяжело догнать. Дар нет. Розор Bristol Back вряд ли. Бел, он, кстати, еще говоря, Мом подрубил. Все, конечно, это Розор. Скорее всего. Как же Bristol Back держит расстояние грамотно. Поэтому он и хорош против Розора, типа... Тут без шансов, если говоря, он его сейчас убьет. Еще игры в Сын нажал. Потеря спиной. Спиной, спиной. Спиной, спиной. Спиной, спиной. Лож. И... Да ладно! Он не смог это сделать. Как же долго он пытался это сделать. Здесь оплата ставит трапу. Трапа разбивается. Трапа разбивает Розор. И через клуба. Прошлите, не забывай. Это было забавно. На самом деле, вот ему нужно было просто максимально часто поворачиваться спиной, чтобы блокировать демэдж на пару раз. Немножко. Немножко прогадал. Хотя он делал все очень красиво на Bristol Back. Красиво и очень держал дистанцию. Но ничего. И чего он все равно по итогу из-за него вражеский кор-герой, главный кор-герой на нынешний момент умер. Ну, это такой персонаж... Ну, да-да-да. Брисовек уже просто пошел, видишь, такого саппортищего, семи саппортищего. Грифсы, худ. У них изначально план был на пуш. Закупок максимально был для того, чтобы идти и просто пушить. Да, что-то пошло не так. Они в топе просто разбились. Один раз. Не долмав, Т3. И вот это стало летальной. На самом деле, ошибкой, чтобы подзглянуть эту игру еще на дольше. Брисовека билд. Вот у него, конечно, есть грифсы, есть худ. Но на самом деле, есть артефакты немножко бы полезнее, чем эти. Я бы на Брисовеке, в принципе, задумался бы о Солар Кресте. Артефакт, который дает больше армора тебе, твоим тиммейтам, которых бьют. Лива понижает там армор у врагов. Но самое главное, миссы. Миссы это очень здорово. Против Разора и против ФД. Уж что ты делаешь. Нюкс сделал тупо аут на базу, его пушку хнул, избил телепорт. Короче, вернул, собственно говоря, Нюксар. И не дал ему сделать тупо аут на базу. И из-за этого сейчас завязался файт. Уж отправлять ставерну, Нюкс выживает. Присал даколбили. Да, да. Присал дакилиз. Очень, очень. Все говоря, они решили драться, смотри. Взлетает на гольер, он станет одного героя, больше не станет, еще он станет, еще он станет, не реально, не сознательно, расшивается. А нечестные умрут здесь. Разор, еще одна тычка, нужно Разору. Он умрет, умрет от Маледикта. Хорошо, сделали, молодец, Пангольер, молодец, Сфор, все красиво, очень замутили. Сфор. Сфор озвучкой. Да, Сфор. Озвучка, Сфор, кто-то, рофлил. над Факером, мы смеялись, когда он озвучивал. Факер же, любитель, команда Лайнса, из-за того, когда играл Лайнс, ну ладно, туда заходим, пика есть в этом Пларке, ну, в принципе, это хороший артефакт, но все-таки БКБ, необходимо купить, иначе, патч, не даст жизни. теперь он сможет походить, будет топчиком, но сейчас будет пофигу, на нем с собой, пофигу, на все какие замедления, которых очень много, тоже будет, безразличный, а я купить себе, башку, я думаю, что им драться будет намного легче, и не смогут, в идеале, вообще, на самом деле, дождаться им, БКБшкин, в Пларке, и потом, как пойти, ему, он быстро, да, но на такой стадии, уже, блин, хотя бы, КБ, очень полезный, артефакт, но если, если, все-таки, у Кор-героя, фражеской команды, появятся важные, числоты, типа, батерфляя, топорка, банально, с БКБ урона, не нанесет, уже, приосознался, каком-то, МКБ, а, так она, вообще, он, точнее, в КБАСе, поставил, на видимо, он еще не видел, намеки на, бабочку, разора, там уже появился, квартал став, слово и название, я бы лучше, собрал бы, наверное, Блаторн, Блаторн, против АДФ, в принципе, хорош, ему придется покупать, БКБ, обязательно, тогда, против Блаторна, и Блаторн, снимает, миссы, от разора, что тоже, очень важно, так же, салитик, какого-то, пуджа, который кусает, в общем, я думаю, что он так просто, поставил для себя, чтобы понимать, чтобы, в случае чего, закупиться, кристалис, в любом случае, можно купить, он и в ту, и в ту сторону, и подходит, в сторону, и он, дешевый, в принципе, хороший артефакт, ты можешь купить, кристалис, а потом, видишь, что вражеский керри, заражил, дайдаус, анимка, бы купить, бабочку себе, очень хорошо, все сделали, и сейчас, они развели, развором на БКБ, и плюс чайника, или что нет, а вот сейчас, это может быть, летальная ошибка, плюс, еще не успел, что они делают, бывают же, выигрывали, они же, выигрывали, почему, типичная ситуация, когда идут, враги, дефы, т2 тавар, зачем-то, да, врагов есть, аегис, в чем прикол, да, в чем прикол, дефы, т2 тавара, когда на тебя, надвигается, вражеская команда, вот этим временем, нажал, херкенпайк, и даггер, там, бедный, ну, пока, что вообще, не подпевает, на самом деле, он разор, он так, что-то кусает, кусает, а разор, то без БКБ, и, все, скорее всего, это конечное, ставится трап, сразу же, под астрал, еще и башет, пангольер, я на минус, разор, у разора, есть, ББ, да, разор, ББ, нужно, с трифон, сон, заднем, немножко, перегруппироваться, конечно, ББ, от мейнкора, тут, в принципе, уже делать нечего, поджига залетает, они без Жакира, они сейчас уже появятся, они хотят драться, как же все ужасно сделали, БКБ, позор прожимает, ну, хоть кого-то убей на разор, и все, это конечное для разора, он уже в этой игре ничего не сделать вообще, да, разор вообще отошел, пропускается чайник, разор подходит обратно, и, возможно, удастся им хорошо, чтобы подраться здесь, культа, от вот, но это всего лишь объекты, это всего лишь объекты, сейчас там блока проснется, там все налоги, сейчас уже просто бежать, там гривен, хорошо, но, да, даже с первого скила, там платы, просто, всех прозвали, сильный файт, сильный файт, зафорсили на ББК, еще и лича, ну, кстати говоря, сейчас, может всех поубивать, УД, на подларке весят дасты, и зафоловить, и убить, мел, все дасты пропали, дасты да пропали, и блинкаут просто, вот там пларки, и фракшн нажимается, трэп оставится, баш, каска, трапа, очень много урона, сейчас умрет, да, вот и умрет, все спасается, трапа подастрал, почему не стоит, раму, блинка, блин, блин, галера, молодец, уже все очень красиво, сделал, да, это парка, на самом деле, все правильно делала, для разора, это реально был, все последний файт, потому что разор, когда байбекается, он теряет, очень кучу золота, большую кучу золота, очень кучу, да, и это был ключевой файт, 39, 38, 300, довольно интересная игра, получилась, не в одну колесу, как обычно это бывает, да, да, вот на самом деле, вот ключевым файтом, стало то, что во-первых, они отдали рошана, рошана давать, нельзя было ни в коем случае, нам нужно было пытаться драться, у них хорошие герои, для файта, а что еще не галера, да, даблкил чисто, забавно, маджик молодец, вот они не понравились на рошане, второй момент, ОД без БКБ, но как ты собрался драться на ОД без БКБ, против Джаккироса, против Вичдоктора и Пангольера, да там даже жезноджекироса достаточно, по-моему уже, даже столько грязи делает, понятно, ты можешь как бы обступить, его спрятать в астрал, или еще что-то, но тем не менее, БКБ очень нужно, у него по фарму просто не хватает, он кстати поставил себе в Квикбай, сразу же БКБ, изменил Хекс на БКБ, видимо тиммейте его наполкнули, следующий момент, Т2 Тавр, ну блин, на 3к даже, наверное, не дефают, я не знаю, наверное, не дефают Т2 Тавр, на 4к стараются отходить на хэграунд, все кричат друг другу, стойте ХГ, стойте ХГ, не умрите до хэграунда, но тут какой вам смысл, умер один герой, нюкс, подзагулял немножко, пошел на разведку, Разор, самое главное, потратил свой БКБ, в следующем факте он вообще ничего не сделал без БКБ, и Лич еще всадил туда чайник, но это же вообще глупости, уйдет, можно с Таном, а почему, он здесь один, вообще нюкс, что-то здесь, нет, Разор подходит, засветился, да, в спине три героя, 4 даже, 3 до 3, кстати говоря, смотри, что купил себе товарищ Бристалбек, он купил себе и алебарду, и просто талисманов уважен, чтобы вместо давать, хороша станция, Джекероса, и Бристалбека сейчас убил, скорее всего, он бы не хватает, что это даже смерть, но, пайпа прожимается, в разорок 450 урона с руки, но, тем не менее, Бристалбека он не пробивает, немножко не хватает дэмэджа, очень большой хипориген, у Бристалбека по дурной, и Вич доктором, ух уж это ОД, на самом деле, ОД может просто в один момент, щелкнуть всю команду, потому что он постоянно так, настакивает, настакивает на всяких Бристалбеках, что же меня страл в себя, ну просто шелкнул, в плеча, а нет, делай спас, застанил, если бы я спас, чуть-чуть дальше полежал бы, то, и с тобой застанил бы, торчит от на планке, который засейвил Вич доктора, пусть не укусил, присылай просто стоит, а тампларка злоди нарезает, и бараки, и нюкса, молодцы, молодцы, дэндж, и с тобой, и заласки, дед крипчика, на самом деле, разор тоже, в принципе, неплохо, против тампларки, собирает еще какую-то, шиву, то это вообще здорово, астрал, афташки, что еще происходит, боже мой, афтапы, вот этих форсов, вот игре, каждый друг друга форсов, 37 минута, имея крипы, я думаю, что стоит стать афк, потому что, дэв соло, никак не задефает, не хватит, дэмэджи банально, даже от альты, но тампларка уже распиливается, не говоря, нужно просто спрятать тампларку, и драться с остальными, врагами, бкбшки нет, постоянно висит, торчит, постоянно висит, алебарда, печальник, печальник, вот, и конец игры, забавная, очень игра, на самом деле, ты, вплоть до середины, даже больше игры, не понимал, кто может победить, да, на секундочку, показалось, то, что, они могут проиграть, эту игру, но, в принципе, все закончилось, довольно удачно, для них, до концовка, трон падает, спасибо всем, за просмотр, это был S4, нынешний игрок, команды OG, приятного, приятного вам, просмотра, надеюсь, вам каточка понравилась, всем счастливо, всем пока-пока, субтитры, сэн,